И участники сразу же окунаются в праздничную атмосферу, которую создаёт наш театральный коллектив, создают наши хореографические, творческие коллективы, которые работают, ну и педагоги, которые работают с мастер-классами, педагоги других творческих направлений, проводят игры, развлечения. В этот день обязательно работают творческие выставки детских работ, идёт настоящее русское гуляние. Открывает обязательно свои двери музея истории фотографий русского обыдания, он у нас в другом здании находится, но он живёт с нами полноценной жизнью. Ну вот, пролистаем сейчас историю праздника. Территория радости. Вот так назывался праздничный пролог, самый радостный праздник, затем праздничное шествие, запуск шаров, продолжение, когда мы вернулись, шоу мыльных пузырей, начиналось мастер-классы островов волшебных красок, кукольная мастерская, уголок природы, выставка лесных обитателей, в зелёной зоне у нас были макеты, собраны чучела со всех этих самых, и детки с удовольствием фотографировались. Дискотека от учителя танцева, полк и шарик шоу, в котором принимал ваш шар, знаменитое участие. Вот этот вот, с вашим парнем, да, к нам приему прикатили, и там ходил, парень показывал, и даже ещё хаэр там шариком умотал. Вот, так что вы вот с какого года вы уже прописались там, вот в нашем полке шарик шёл. Забавы молодецкие, состязания, мудрёные Игоревича, весёлые, и там и городки, и различные, да, вот эти самые вещи, которые были. Корабельная гавань, выставка судомоделей, фотосалон, обязательно под открытым небом у нас созданы интерактивные зоны, где можно фотографироваться. И в гостях у Берегини, Светлана Ивановна, там в чудесном оврике Тарапчанки, проводят интерактивную программу для детей и взрослых в музее. И это вот так у нас выглядел наш первый праздник. Затем у нас в 13-е годы была праздничная программа, которая уже называлась «Территория счастья». Видите, как у нас радость в счастливые моменты переплала. Пролом был лучший город на земле, где мы воспевали свой город песнями, стихами различными, таким, ну, очень душевным и очень интересным было. Значит, тут же мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток городу, торжественное шествие от стадиона. И вот после, когда мы возвращались, праздник разгулять, где ушла уже театрализация, значит, где наши скоморохи приглашали и рекламировали, значит, участвовать в наших интерактивных площадках. И вот такие площадки были. Дом сказок жили-были, этнографическая поляна «Забавушка», где Светлана Ивановна там со своими старинными вещами их забавляла. «Лукошка чудес» – мастер-класс для детей и взрослых, потешный автодром дяди Степы Евгений Николаевич нам устраивал. Интерактивная выставка военных лет «Аты-баты», конкурсная программа «Самый-самый», флешмоб «Летний бунт», фотосалон под открытым лендом и самодельное платье. Вот несколько кадров с этого праздника, которые удалось сохранить. 14-й год из глубины веков. Вот этот, надо сказать, был очень интересный, необычный год, когда мы тоже перебитие определенные прошли, потому что, мимо того, что это была дата 940-летия Торопца, это было еще и 700-летие преподобного Сергия Радонежского. И вот так получилось, что мы помогли матушке Иоанне, вот как вы говорили, там, что не пробить, да, было концерты? Вот так ей было не пробить празднование, а у нее предел там Сергия Радонежского, не пробить. 77 человек были вывезены из Санкт-Петербурга, из Мариинки, балерина, там, люди, из филиалов этих, они безвозмездно давали концерт. Нам не дали ему провести в День города. Нам накануне, в субботу только дали. Но самое интересное, как все это шло. Значит, мы работали с ней, она обратилась ко мне за помощью, говорит, я понимаю, что мне больше помочь некому. Если вы мне поможете, хорошо. Мы сделали прекрасную выставку, тут написано, из глубины веков, помогли сделать декоративно-прикладную, сами изучили тему Сергия Радонежского, там интересные такие работы были, с этими и с голубями, и с ликами наших. Я сказала, матушка, один Сергий Радонежский не пойдет, нам надо святые покровители Торопца. В День города надо совместить со святыми покровителями Торопца, и мы сделали это. Появился сенсор, вы понимаете, вот рождалось все вообще, первый раз в жизни я режиссировала концерт трехчасовой, который профессионалы исполняли. Они выходили на сцену, не видя ничего, ни я их не видела, ни они ничего. Я делала презентации на экране, не видя вообще. Мы заказывали материал, какой бы мы хотели, про Александра Невского, там про еще, Женя Реконструктор, которые никуда не уехали, к нам они приехали, смогли. И мы показывали вот битву, битву на сцене, они говорят, мы первый раз, ребята, в этом участвовали. Мы им наложили музыку на православный мультфильм, где вот эти битвы, показанные, где Сергий Радонежский, где благословляют, да, в Библии Донского, вообще изнутреннейшие вещи были, просто изнутренней. Я сказала, что нужен колокольный звон, живой. В Доме культуры нужен колокольный звон, живой. Вы представляете, пробивная способность человека был найден спонсор в течение трех, даже меньше месяца, наверное, трех недель. Переносная звонница, колокольная, была отлита специально к этому празднику. Торопец ничего подобного не видел, к сожалению, это видел узкий крупиц, хотя порядка трехсот человек было, потому что это суббота для торопца и без особой рекламы. И она осталась в торопце? Кто? Да, она в монастыре стоит. Звонница, она переносная, она разборная, ее можно привезти в любое место. То есть я-то и нацеливала на то, что как в торопце без колокольного звона, вот в празднике. Представляете, эта звонница стояла в Доме культуры на входе в концертном зале и начинался с колокольного звона. А кто у нас звонарь профессиональный? Мы вышли через отдел культуры, мы вышли на Старицкий монастырь, они нам привезли молодежный центр, привезли 18-летнего звонаря. Наша задача была только машину привезти. Значит, все, бесплатно. Он нам такой колокольный звон, там просто уникальные вещи были. У нас есть видеосъемка этого всего, концерта. То есть это было, вот я говорю, ничего подобного в плане духовно-нравственного воспитания. Это не было темой религиозных там, но это было вот настолько рядом. И это было очень здорово и очень профессионально. Значит, соответственно, к этому мероприятию. Там и специально, и монеты ковали в городе, и мастер-классы приводили. Когда я сказала о том, что, матушка, знаете, рождение человека, вот от рождения человека до, значит, до свадьбы ему, да, вот облик, как он выглядел. Представляете, к нам приехали мастера, которые делали сами костюмы, бесплатно приехали. Только вот надо было их вывезти, автобусы. И они хороводы дали. Они все ручные работы, от Кристины и Румашки до свадебных нарядах, они провели такие мастер-классы до Робчана уже в день города. Не говоря уже вот мастер-классов всяких. Выставка торопецкого костюма и костюма, вот реконструированных костюмов, когда мы с культурой общались, с Тверской, нам сказал Управление культуры, исключено в Твери запрашивает мастер, значит, 350 тысяч за один показ. Я говорю, так, подождите, я в свое время рекомендовала этого мастера нашим, когда делали фольклорные костюмы торопчанок для Дома культуры. Они вот через меня выходили, знакомые мне там подсказали, вот так котенка. Вы знаете, я ей позвонила и сказала, мы молиться на вас должны, потому что вы торопцу вернули исторический облик костюма, у нас теперь есть наш облик, все он был описан, вот, да, описан. А теперь у нас вот бригада выходит, девушка наша красавица с клокошником, и вы знаете, она сама приехала, у нее увезли все выставочные вот эти подставки, на которые в одну ночь на бревнышках вот этих березов и с поднями были сделаны вешала, на которые эту выставку она оставила на полгода в мастере. В Гульбище шикарнейшая выставка вот этих рекомендов, то есть как вот это все цеплялось и рождалось, вот, а заодно уникальные вещи были. Это был вот этот день города. А мы фото-выставку торопец православный у себя в фотостудии сделали, вот эти выставки декоративно-преплодного творчества. И, значит, на территории нашей детства был волшебный городок, интерактивная мастерская под открытым небом, и торопецкая гарморка со всякими вот этими, да, это полностью театрализация шла. Вот они у нас. Вот это, Людмила Анатольевна, ловца снов они делают на мастер-классе. Вот так за приглашение открываются ворота, через которые можно войти к нам на территорию. Ну и вот такой еще год, когда мы начали работать с детьми-инвалидами, вот этого ребенка, которого я прочел в нашей колонии, подъехала мама, значит, с этим ребенком. Я говорю, Сережа, а ты хочешь с нами пройти? Он так обрадовался, хочу. Поедешь с нами? Поеду. Вот я его взяла, и мы его ездили. С тех пор, сейчас этот ребенок продолжает у нас заниматься, дает великолепные результаты, он победитель разных конкурсов и так далее. Вот его выход в свет, когда они перестали стесняться друг друга, здоровые дети, больные. Ну вот такая территория. 15-й год, город Фантазеров, детская интерактивная программа под открытым небом. Был дождь, и мы вынуждены были внутри здания готовить. Вот тут они делают на мастер-классе флажки с гербами торопца. Мы с этими флажками шли, они их изготовили, а потом мы шли на торжественном шествии. Вот такую праздничную открытку Зоя Сергеевна у нас участвовала активно в создании вот этой открытки чудесной с шариками. Значит, вот так мы шли, значит, нашествия. Вот такие вот у нас уже празднества были. Потом она получена в небо, была запущена. И вторая половина, игровое царство, фантазийное государство. Ну тут у нас уже театрализация шла полным ходом. Все это в народном стиле проводится. Хотя современные персонажи, всякие нечисти, всякие вот такие узла у нас присутствуют. Вот мастер-классы, где кораблики изготавливают, пускают кораблики. Росписи камней идут. Вот был юбилейный победы. У нас выставка фотографий, коллажей, солдатских писем, поисковых материалов была в нашем музее из личных активов торопчан. И экскурсию Светлана Ивановна проводила быт и нравы торопчан, о которых мы немножко сегодня поговорили. 2016 год он тоже был особым годом, потому что несколько лет назад мы приняли решение, что очень важно, если День города будет связан с событием какого-то из наших земляков. Мы должны являть людей, помнить о нем. И так как у нас тесные отношения с потоком Адмирала Петра Ивановича Рекорда, вот это вот, как раз вы видите, кадр открытия года Адмирала в День города. Наш пролог на площадке, но здесь мы уже ушли с нашей территории, потому что масштабные, там очень серьезные лица были, масштабные мероприятия. От пристани родной Москвы дали, вот такая централизованная концертная программа, которую мы давали в Доме культуры. У нас Адмирал, видите, вот идет в шествии, то есть возглавляет Адмирал. Ну, насколько мы его могли. Наши корабли с выставки уже пошли на воду, и вот это действующие модели мы показываем, как они действуют. И 17-й год, театральное представление «Волшебные прятки», тоже тут такая театрализация идет. А вот наши традиционные скамейки торопецкие, на которых мы вытаскиваем, они сидят, зрители, да, мы собираем у себя во дворе скамейки, и наш двор превращается вот в тот прообраз тех торопецких, да, камедей, которые в мире общаются с публикой. Вот очередная колонна, которую вы видите, она все украшается и украшается, она уже почти франовальная, где у нас запускаются в небо вот такие вот разные чудеса, которые только Дом Творчества запускает, обычно шарики. Мастер-класс «Волшебники нашего двора» – это как традиция различных. Вот наши суда, которые просто стоят на выставке. И вот первые мотоциклы, которые у нас появились, это вот с двух мотоциклов начиналась наша первая новость, как Женина, ретро-мотоциклов. И вот такой уголочек интерактивный для фотографий. Для фотографий. Мы использовали свою такую сбушку, которая на территории стоит, и делали. В 18-й год у нас новации пошли уже, да, технопарк. Это был первый наш пролог. И тут уже выставка действующих судомоделей, выставка демонстрации лего-роботов, которые к этому времени появились, и выставка ретро-мотоцикловики. Ну, вот тут я тремя тут кадрами представила. Наряду тут же, вот на этой изгушке у нас постоянно выставки детских работ происходит, да. И вот, ребят, поздравления вот на такой тумбе писали. В таукции были тумбы информационные, да. И вот мы вот на таких тумбах такой прообраз потравили. И анимашки-выдворяшки, игровая развлекательная программа для детей. Ну, это все тоже идет в театрализации. Вот так уже следующий год идет колонна с роботом, да. Вот этот год уже, где технопарк у нас, робот уже возглавляет совмещение наших фольклорных, да, традиций с роботизацией. Вот идут уже театралы, так, соры, просто наши жители. Фотовыставка по следам старых фотографий в музее. И экскурсия в музей истории фотографии Тарутиса. А на территории в этот же день проходит «Минута славы», фестиваль семейного творчества детей и взрослых, желающих проявить свои таланты. Они приходили прямо на территории, пели, танцевали, кто хотел. Вот и номинации до 70+, разные жанры, а артисты с пеленок и возраст не пометно. Такими получаемые призы. Вот, 19-й год, ярмарка талантов. Вот такая у нас уже обширная, обширная ярмарка. Видите, у нас тут Петр Петрович, Петр Иванович Уксусов появляется. Вот эти карусели, где современные «Я люблю торопец», да, где пожелания на этих сердечках. Использование полотен, вот, игровых. Ну, а это уже расширенные, Евгения, варианты плюс мастер-класс, где можно было еще пособирать чего-то там руками. Посидеть, пофотографироваться, посмотреть модели. И уже, видите, мы выросли. Это у нас роботы и мастер-классы. Вот, людей собирают очень много. Посмотрите на нашего деда, балаганного, который привел медведя. Ну, не владельщиков, но медведь виден. Хороший медведь. А? Медведь настоящий. Настоящий, задорог. Вот наше шествие. Вот это шествие было удивительное. Потому что это было шествие с зонтиками. Мы сперва делали на мастер-классах зонтики. И вот это было чудо. Просто чудо творчества. Посмотрите, какие зонты. Я по шине буду развернула. Вот это все. Посмотрите, какие зонты. Какую фантазию дети проявляли. Вот если посмотреть, вот на, вот это, видите, там, катушки, нитки, да, наверху. Значит, что только из дисков, этих компьютерных, там были оформлены, из различных, там, бантиков, отходных материалов, расходных. Но вот шествие было красочнейшее. Вот видите, сколько, вот я уже сложила. Даже вот из этих вьеров, серебряных вьеров, как раковины, да, как чешуя, как подводный мир такой. Это вот они стоят перед выходом. Ну, так как это был год театра, то наши театралы, вот они в таком облике еще шли, шествие возглавляли. Вот театралы мои. Вот они идут. Чепчиков. А? Вот такая в образе, они шли в образе, да, Чепчиков. Ну, и вот этот год, который у нас был полувиртуальный, но все-таки очный праздник мы смогли провести довольно грамотно в условиях пандемии нашей. Мастер-классы для детей, показательные выступления робота, выставка радужных открыток с праздничными пожеланиями украшений, разноцветный флешмоб. Вот такие вот у нас были на сердцах и на Радуге, праздник Радуги, значит, на Радуге мы пожелания-то роботу писали, вот проводили мастер-классы различнейшие. Вот такие наши дела. Роботы любимому городу, выступят детских творческих работ, вот еще одни зонтики и выступят ретро-мотоцикла. Вот такие зонтики у нас, были рамки художественные, в которых нужно фотографироваться. Ну, и пошли вот наши мотоциклы, которые уже все больше и больше площадки занимают. Надо сказать, что мужскому населению этого очень не хватает в череде праздников, и поэтому участвуют у нас все, собирается большое количество взрослых людей. То есть мужчин, детей, мальчиков ведут, вот, к сожалению, не нашла где-то большие архивы, не нашла этого рыцаря, который у нас еще выступил изумительный. И, там, самое главное, наши мужчины почувствовали, что их труд кому-то нужен, торопчане, да. И они увидели, и мы их благодарили, о том, что они своим личным примером детям показывают, да, как надо трудиться, как любить свою технику надо, да. И вот, во славу города родного, то, о чем я уговорила, краеведческая выставка, посвященная землякам-карабчанам, покойному уже нашему учительу-краеведу Веселову Евгению Васильевичу, который, вот, если я вам сейчас покажу, вы удивитесь. И нашему Коку Валерию Александровичу, педагогу доп. образования, особенно модулисту, которому к этому году мы очень рады, что нас услышали и присвоили ему звание почетного гражданина города Тороца. Это заслуга всего нашего коллектива, вот, то, что человеку присвоили звание. Заслужено. А? Заслужено, причем. Вот, посмотрите, значит, Евгений Васильевич, вот эти карты, которые висят, это все сделано его руками. Это нарисованы карты Торопецкого района, туристических маршрутов района с описанием, целые карты там лежат, вот эти, видите, тон розовый. Это описание туристического маршрута в той карте, которая там предложена. А вот следующий, который я вам покажу, почему мы в этом году устроили, да? Потому что вот эти там Торопец и Торопчане в годы Великой Отечественной войны. Это собранный им, он у нас работал, водителем кружка туристического по совместительству, что я работаю и у нас. И вот эти тама, шесть тамов, они сейчас и в архиве нашем находятся, и в музее. Вот, и здесь это с картами, с схемами, с фотографиями участников освобождения, описание Торопецкой операции. То есть это тема войны, Торопца, вот это все на машинке отпечатано. Когда не было ни компьютеров, ни тех самых, да, ни интернета, вот это его дочь и внучка, которые впервые открыли. Этот архив у них находился, мне сказали, 15 лет назад он ушел из жизни, и мы за 15 лет не могли его вытащить на свет, этот архив. И только сейчас у нас семья поверила и показала нам. Посмотрите, вот эти все тама, в таком количестве, 45 тамов. На машинке отпечатано человека. Спасибо. Спасибо. Спасибо.